Саша Чёрный читает Ксюша Рыся. Если сейчас, дядя Саша, хотите, превращу вас в кота. Вы рука в своей куртке ловите вместо хвоста и тихонько урчите, потому что вы кот. И зажмурив глазки, лишите свой пушистый живот, я поставлю вам на там блюдце с молоком. Надо, дядя, вот так изогнуться и лакать языком, А потом я возьму вас в охапку, и вы завьётесь в клубок, как удав. Оботру я усы вам тряпкой, и вы скажете, «Мяф, за кота настоящего пышку превращу я, хотите, вас, пусть уткнувшись мордой в книжку, Просидит целый час, пусть проходит по комнатам вяло, ткнётся рыльцем в стекло». И, присев к столу из бокала, вынет лапкой стелон, Сам себе язык он покажет, покачается, как пароход, А потом он кляксу размажет, папироску в угол швырнёт, И ко мне, повернувшись, скажет, «Не бурчи, бегемот», но ответ на мальчишкины бредни. Проверчал я, «Постой, я и сам колдун не последний, погоди, золотой, За такое твоё поведение наступлю я тебе на мозоль, Вот сейчас растяжусь и в мгновение превращу тебя в моль». «Над бокалом завьёшься ты мошкой, перелёт пирует, Вмиг тебя я прихлопну ладошкой, и, ау, тебя нет». Кот лениво слижет с ладони бледно-жёлтую пыль, И раскинет живот на балконе, скликал, Скинув хвост, как ковыль, «Ты надулся, какой вы несносный!» «Я за это ты топил и встал, превращу я вас в дым папиросный, Но смей, я сказал, опоздал». Продолжение следует...